Осень – любимая пора у охотников. Добывать разрешено и копытных, и пушных, и пернатых. Можно охотиться индивидуально или загоном в коллективе. Главное, чтобы по правилам. Однако некоторые стараются обойти закон. Какими уловками для этого пользуются браконьеры и как инспекторы борются с нарушителями, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Собираясь на промысел, охотнику следует проверить, не истекли срок действия его удостоверения или разрешения на оружие, уплачена ли госпошлина. Кроме того, снаряжения и боеприпасы должны соответствовать выбранному типу охоты. Однако даже опытные охотники совершают грубые ошибки. В начале сентября егерь охотничьего хозяйства обнаружил прикопанные останки лося около деревни Большие Овтюки. Однако охота на этот вид животных в эти дни не проводилась. На извлеченной шкуре обнаружили несколько дробовых отверстий. Это навело на мысль, что браконьером мог оказаться охотник-утятник, находившийся в угодьях на законных основаниях с сезонной путевкой на птицу. Инспекторы проверили охотников в ближайших селах. У одного из жителей деревни Гулевича на веранде нашли мясо лося общим весом 153 килограмма. Мужчина является охотниками и имеет зарегистрированное оружие. Он признался в незаконной добыче сахатова. Часто нарушителями становятся охотники-любители. Они используют капканы и петли. Как говорят профессионал, эти орудия становятся пыточными для животных. Это все ставится на чернотропах. Да, есть множество. Мы обнаруживаем их, изымаем данные орудия охоты. Но есть, которые мы и не наблюдаем. То есть и вероятность того, что дикое животное, попавшее в эту петлю, либо в капкан, высоветится живым, никакой. Петли в лесу видел, срезали их, конечно. Это очень поганое дело. Во-первых, животное долго мучается перед тем, как умереть. А если не умирает, то все равно где-то оно уже не сможет нормально жить, если вырывает ногу. Нога отсыхает, бывает, попадает в петлю. Поэтому я считаю, что это очень плохое дело. И надо пресекать на корню, если с этим сталкиваешься. Но иногда животным попавшим в петлю на помощь успевают прийти егерян. Например, в Витебской области охотник нелегал установил 44 петли для добычи копытных. В две из них попали лоси. Одного удалось спасти. Его вовремя заметили и освободили госинспекторы. Второй с охатой погиб. У нас есть охотпользователи, которые планируют, смотрят за охотничьими животными, регулируют их численность. А получается, браконьеры нелегалы, они добывают их. И тем самым уменьшают количество диких животных. Сейчас открыт осенне-зимний период охоты. А это значит, добычей могут стать пушные виды животных. Кроме того, по 31 декабря разрешена охота на лося и косулю. Регулярно инспекторы проводят рейды, в ходе которых и проверяют разрешение на отстрел определенных видов. Кстати, в скором времени стать объектом охоты могут и олени. Для старта охоты на оленей популяция животных должна достичь необходимого количества. Занимается этим областная организация Белорусского общества охотников и рыболовов. В наших лесах животные чувствуют себя хорошо и активно размножаются. Выпускали их отсюда. Раньше это был вольер размером в 9 гектаров. Кстати, животные периодически возвращаются на эту территорию. Там следы свежие копыт вот есть. Ночные были. То есть ночью они здесь были? Да, 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 были, были. Так что мы сейчас их начнем немножко попозже подкармливать. И будем всю зиму. Сено завезем сюда. И овес будем скармливать их. Чтобы они в основном зиму находились здесь. Их так легче контролировать. К слову, для того, чтобы стать охотником, человек должен пройти теоретическое обучение на базе Белорусского общества рыболовов и охотников. Затем он уже может получать лицензию на охоту и разрешение на оружие. Однако, обычно знакомство с охотой начинается раньше. Например, друзья или родные приглашают человека на загонную охоту, чтобы он посмотрел и решил для себя, нравится ли ему это. Разрешение на огнестрельное оружие нарезное сейчас по новым правилам выдается через год. Я считаю, что это плохо сделали. Потому что охотник должен состояться как охотник и узнать все нюансы охоты. Ну, хотя бы несколько лет поохотиться, узнать, что это такое, поохотиться в коллективной охоте. Потому что коллективная охота предусматривает особые меры предосторожности при обращении с оружием. А тем более, если нарезное оружие, там пуля летит за два километра. Поэтому нужно тысячу раз подунь, прежде чем нажать на курок. За особо злостное браконьерство нарушители помимо штрафов могут даже лишиться свободы. Например, один год и три месяца проведет в колонии строгого режима охотник-нелегал, добывший минувшей зимой с помощью петли косулю. И уже трижды судимый за незаконную охоту. К двум годам заключения приговорены браконьеры, застрелившие оленей и двух беременных самок под Минском в апреле прошлого года.